В этом видео познакомим вас с имитацией бруса ИШ-Профиль. Это материал с новым профилем, улучшенным по сравнению с классической имитацией бруса. Давайте рассмотрим, чем имитация бруса ИШ-Профиль отличается от классической и в чем ее преимущество. У ИШ-Профиля длина шипа 20 мм, у классической имитации бруса всего 6 мм. На что это влияет? Имитация бруса, как и другие материалы из дерева, рассыхается и разбухает от перепадов влажности и температур. В результате таких изменений короткий шип может выйти из паза, и на обшивке образуются щели между ламелями. Это довольно частая проблема при использовании классической имитации бруса. Чтобы избежать появления зазоров, в имитации бруса ИШ-Профиль специально предусмотрен удлиненный шип. Это главное преимущество нового профиля. Удлиненный шип гарантирует, что при естественной усадке ремесины на обшивке не образуются щели. Конечно, имитация бруса ИШ-Профиль, так же как и классическая, рассыхается. Но разница в том, что за счет длины шип не выйдет из паза. При рассыхании видимая часть шипа станет немного шире, но визуально это практически незаметно. Кроме того, продуманная форма профиля упрощает монтаж обшивки. Ламели легче стыковать. При соединении ламели длинный шип плотно фиксируется в пазе. Благодаря этому удобно монтировать даже ламели длиной 6 метров. Обратите внимание, у имитации бруса ИШ-Профиль шип с лицевой стороны длиннее, чем с тыльной. На тыльной стороне есть специальное утолщение. Благодаря нему шип не сломается в местах крепления. Форма имитации бруса ИШ-Профиль имеет более выраженные линии. Благодаря этому после сборки материал сложно отличить от профилированного бруса. Имитация бруса ИШ-Профиль изготовлена исключительно из ели без перемешки с другими породами, например, сосной. А значит, после монтажа обшивка будет иметь однородную текстуру без перепадов цвета. Имитация бруса ИШ-Профиль имеет гладкую поверхность и создает ощущение, что материал уже отшлифован. Это говорит о высоком качестве строгания. Даже без предварительной шлифовки защитно-декоративное покрытие ляжет ровно, тогда как классическую имитацию бруса мы все-таки рекомендуем шлифовать перед покраской. Имитация бруса ИШ-Профиль представлена на нашем складе в сорте АБ. Сортность материала регламентируется требованиями ГОСТ и определяется по видам и количеству дефектов на лицевой стороне имитации бруса. Раскроем новую пачку имитации бруса и посмотрим, какие дефекты есть на данном материале. Так вы увидите, какая имитация бруса хранится на нашем складе и доставляется нашим клиентам. Как мы видим, встречаются темные сучки без трещи. Также присутствует прорость. Могут встречаться небольшие выпавшие сучки. Обратите внимание, если выпавшие сучки находятся на шипе, как на этой доске, при стоковке ламелей дефект полностью скроются. Отметим, небольшие выпавшие сучки по ГОСТ на сорте АБ допускаются. Если отсортировать доски и убрать весь материал с выпавшими сучками, это будет уже более высокий сорт. А значит и стоимость такого материала возрастет в несколько раз. В ролике мы рассмотрели основные преимущества имитации бруса ИШ-Профиль и сравнили ее с классической имитацией бруса. Главное отличие в том, что за счет удлиненного шипа на обшивке гарантированно не будет щелей, а идеально гладкая поверхность сэкономит время на шлифовке материала перед покраской. Стоимость имитации бруса ИШ-Профиль выше, чем у классической имитации бруса. Это обусловлено дорогостоящим профессиональным оборудованием, которое применяется для изготовления материала. Но разница в цене оправдана тем, что после монтажа обшивка надолго сохранит исходный вид. Субтитры создавал DimaTorzok